сегодня мы будем тестировать и рисовать вот такими замечательными кисточками которые мы получили из китая вот красочки у меня здесь стоят разведенные темпера мастер-класс карандашик сырая тряпочка палитра такой вот будем тестировать сначала с больших кистей как правило кисточки смазаны желатиновый таким клеем поэтому желательно отмыть промыть слегка значит здесь на кисточке написано 3 . скошенная примерно десятка восьмерка десятка по ширине флейт вот этого мазка кисточки синтетические и вот давайте посмотрим как эта кисточка нас поведет в работе чтобы нам было по ярче видно я возьму такие яркие красочки как под желтенькую и красненькую и буду работать мазком любой кисточкой можно работать в двух видах первый вид тогда когда мы набираем только на сам уголочек при помощи воды посмотрите это при помощи воды чисто рисуем по бумаге кисточка очень хорошо набирается у нее очень плотный хороший ворс она хорошо ложится и слева направо и справа налево но при помощи воды на изделиях не порисуешь поэтому здесь используется добавочная красочка вот я взяла желтенькую и набираем двойной мазочек лишнюю водичку я вытираю а влажную тряпочку вот и здесь я нарисую цветочек который у нас будет препод нарисован при помощи вот этой кисточки замечательная кисточка просто замечательно здесь конечно я рисую крупного то а на самом деле эта кисточка гораздо лучше будет если у вас будет небольшие где-то элементы то есть сувенирная вещь будет не очень большого размера замечательно очень рисует она у нас не капризная не вылазят волоски у нее в рост в разные стороны рисует плавно очень нежно ложится и очень хорошо прокрывает фон при росписи обязательно вращайте свое изделие вокруг очень часто задают вопрос можно ли во время рисования как-то двигать изделие конечно можно давайте посмотрим как она работает длинных таких полосках как она хорошо идет окантовка пойдет для наших изделий потом она хорошо пойдет для оформления кружав вот замечательно и посмотрим как она идет здесь просто мы ее по кувыркаем вот так все замечательно кисточка кисточку она такая же чуть побольше написано 1 2 но я думаю что здесь размер пошире это даже видно визуально кисточка не с кожаная плотно набранная вот просто покрупнее у них они эти две кисточки равноценные просто кому-то предпочтительнее делать со скошенным углом кому-то ровненько я думаю что эти что эти кисточки одинаковые по работе очень плавно ложится даже плавнее чем-то скошена кисточка великолепно хорошо держит краску великолепная кисточка вот такая специфическая кисточка как будто бы ее здесь триминговали она такая же при как предыдущая она где-то 8 миллиметров в диаметре по сплющенной флейцевой стороне а дальше она имеет очень необычные волоски но вот я смотрю она не не очень плотно держит уже несколько волосков я вырвала это уже указывает на то что качество она не очень то есть не долго прослужит значит для чего такая кисточка это очень специфическая кисточка для нарисования каких-то травинок вот давайте мы ими и займемся сначала мы набираем на всю кисточку красочку и покажем как она у нас работает это кисточка очень хорошо пойдет на имитацию под дерево смотрите как она хорошо идет имитирует нам древесную структуру дальше она у нас хорошо пойдет в пейзажи какие-то там травинки какие-то здесь фокус том что не нужно нам до конца нажимать эту кисточку то есть в травинках у нас они будут вот такие вот тоненькие конечно можно подчеркнуть вот так боком положить вот что еще может быть здесь может быть какая-нибудь веточка например при рисовании пейзажа и от нее пойдут веточки вот так то есть здесь именно такие какие-то мелкие детали которые требуют такого проработки портрете это будут волосы имитация волнистых волос вот такие от берез у нас веточка также эта кисточка предназначена для техники сухая кисть следующая кисточка вот такая длинная большая кисточка написано 3 восьмых я даже не знаю как она так такой вот имеет почему-то она пишется 3 восьмых может это какая-то мера длины и ширины именно европейская не наша русская здесь тоже специфика такая что здесь носик носик у нашей кисточки очень далеко заводится как правило это рисуется вот такие вот составные лепестки лилейники кисточка хорошо идет ложится плавненько все но только вот она именно предназначена для каких-то специфических таких вот изобразительных приемов вот такие вот движения вот такая интересная очень кисть кисточка вот такая вот она написано 3 восьмых тоже самое только она как бы немножко прорезанная значит это тоже такая же травянистая травочка наша муравушка только она не столь далеко идущие то здесь смотрите вот такая более коротенькие что для чего это лучше всего годится такая вот кисточка очень хорошо идет при рисовании элементов плетения таких как вот корзиночки вот смотрите как раз раз корзиночку плести хорошо очень вот вот каких-то элементов или цветочки такие на окончаниях такие вот Отличная кисточка со своей спецификой, со своей работой. Рваные какие-то листочки, посмотрите, вот они. Более кисточка короткая. А вот перед вами тамбурная кисточка четверка. Она фактически предназначена для очень хорошей прорисовки бутонов у больших цветов серединок. Значит, она одновременно может на нее браться два цвета. Набирается она так же, как и плоские кисточки. И набирается в серединках. То есть, вот здесь будут наши ромашечки. Смотрите, вот здесь будут ромашки. Вот здесь будут цветочки. Это для серединок великолепно. Теперь я карандашик вам нарисую, что здесь будут ромашечки. Если много рисовать ромашек целой полянки, то эта кисточка незаменима. Это может быть серединки пионов всевозможного. Потом может быть серединки у такого цветка, как подсолнечник. Теперь давайте попробуем ее сплющить, чтобы она с нами поработала именно в плоском варианте. И посмотрим, как она будет с нами работать. Я не обращаю внимания на то, что она круглая и скошенная. Беру и набираю также двухцветный мазочек. Давайте посмотрим, как она будет вести себя. Вот так, с этой стороны. Хорошая кисточка, абсолютно. Ей можно спокойно рисовать и какие-то элементы плоского орнамента. На вылет хорошо идет, на нет плавненько. А вот маленькие папоротнички, какие-то листики идут прямо вот так целиком. Хорошая кисточка, имеет свою специфику, но исполнение отличное. Следующая кисточка вот такая, верообразная. Очень часто задают вопрос, что ей делать. Дело в том, что эта кисточка очень подходит к технике сухой кисточкой. Кисточка сухая, фактически веерной кисточкой, мы можем сделать какие-то очень нежные какие-то сочетания. Она больше используется не для росписи, а для именно декоративной проработки даже маслом. Это могут быть некоторые элементы пушистости. Видите, кисточка вначале набрана, потом она имеет растяжку. Вот это и есть элемент сухой кисточки. Дело в том, что эта кисточка не предназначена для закрашивания каких-то элементов. Она именно предназначена для каких-то таких вот декорирования больших плоскостей. Например, шкатулок. И растяжек на нет. Работать ей надо очень-очень осторожно, потому что она может очень сильно, без опыта, можно испортить нашу работу. Откладываем ее в сторонку, берем лист бумаги и попробуем прорисовать следующие кисточки. Вот у нас они. Значит, мы идем. Вот это круглая кисточка. На ней стоит цифра 8. Кисточка круглая. Попробуем ее рисовать в графике. Я ее. Проведем графические линии, капельки. Эта кисточка очень напоминает мне кисточку для петриковской росписи. Она предназначена, скорее всего, для прорисовки каких-нибудь больших элементов. Ее можно пользоваться как широкой частью, так и самым кончиком. Ну вот, хохломские элементы, она тяжелая рисовать, она очень быстро выстреливает в конце, что не дает образовать такую нужную гибкость. Поэтому она не предназначена для хохломских росписей. Но, тем не менее, она предназначена для каких-то вот, буквально, она может быть основной для прорисовки какого-нибудь орнамента, пейзажа. Ею можно дополнить вот такой кисточкой. В качестве дополнения сделать там крону. Эта кисточка идентична той, которую я рисовала. Плоская восьмерка. Здесь четверочка, но она в два раза меньше. Великолепная работа, великолепное исполнение кисточки. Хорошо набрано, великолепно она идет. Это основная рабочая лошадка для любых видов небольшого сувенира при росписи. Таких как кольца для бумажных полотенец, браслеты, небольшие элементы. Она рисует, как вот такие вот цветочки. И можно маленькие сделать цветочки, поменьше в два раза. Посмотрите, она также легко исполняет совершенно, без всяких проблем. Эта кисточка отличная. Здесь есть кисточка, которая скошена с двух сторон. Стоит она шестерка. Это, я так понимаю, 6 миллиметров по раструбу металлического ригелька. Она скруглена с двух сторон. Я еще раз говорю, я не вижу принципиальной разницы между этой кисточкой и предыдущей. Просто эта кисточка, она более узкое назначение, чем та кисточка. Потому что она также делает все те же элементы. В предпочтении художника. Для меня лично, они не имеют никакой особой существенной такой разницы. Чтобы я могла сказать, вот эта кисточка лучше, чем та. Так же, как один рисует колонковой кистью, а другой беличьей кисточкой. Можно и тем, и другим. А вот результат одинаковый. Осталось две маленькие кисточки. Вот эта кисточка четверочка. Точно такая же, как большая кисточка. Она у нас имеет все... То есть, это вот кисточка-выручалка. Она готова прорисовывать вам все любые мелкие элементы. Она хорошо работает кончиком. И так же хорошо ложится в такой бутончик, в капельку. Это основная кисточка в этой наборе. И самая маленькая кисточка. Я считаю, она у нас не самая важная. Только если прорисовка предстоит на каких-нибудь маленьких совсем элементах. Она предназначена вот для каких-нибудь дополнительных точечек для выставления. Набрана она не очень хорошо, неаккуратно. Ворс у ней растрепан. Если вблизи посмотреть. Предыдущая кисточка гораздо лучше с этим будет справляться. С чем будет справляться эта кисточка? Вообще, стремиться к тому, чтобы была самая тоненькая кисточка, может только начинающий художник. Те, кто уже попробовали себя в творчестве, знают, что лучше останавливаться не на самой тонкой кисточке. Гораздо тоньше и деликатнее можно сделать роспись даже тройкой, чем иногда плохой нулевкой или однеркой. Ну, вот кисточка не очень хорошая. Пригодится разве что для каких-нибудь совсем тонких элементов. И то, если ее выщипать несколько лишних волосков, так как она набрана неравномерно. Обзор закончился.